Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня знаменательный день, когда Церковь после празднования Откровения о трёх ипостасях, трёх лицах Единого Бога посвящает особое внимание вот этой третьей, загадочной самой ипостасяи, Святому Духу. Собственно говоря, Библия с самого начала говорит об этом. Первые строчки книги Бытия говорят о том, что вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. То есть уже какое-то творение, вызывание из небытия, из хаоса Божьей силы, где идёт участие Святого Духа. И вот интересно, что предлагаем мы нашей православной традицией апостольско-евангельское чтение на тот день. Они нам говорят не о глубине богословских каких-то истин откровений, а о том, как жить в соответствии с этими дарами, в соответствии с той благодатью, которую нам Господь дал, дать через своего Духа Святаго. И главным образом здесь, как и обычно, апостол Павел говорит о плодах. То есть мы призываемся не к богословскому, так сказать, углублению, рассмотрению, что это такое, как это действует, соотносится с другими лицами Святой Троицы и так далее, а как жить в соответствии с этими дарами. И прежде всего именно по плодам. Это отрывок из послания к официанам, которые Павел пишет, находясь в темнице, так сказать, в заключении. Правда, условия были относительно мягкие, к нему его могли посещать его люди, его друзья, ученики и так далее, но тем не менее он находился как бы таким домашним арестом. И вот он начинает с того, и так вы были не как эта тьма, а теперь свет в Господе. «Поступайте, как чадо света». То есть апостол Павел говорит нам о том, что наша жизнь до того, как мы приняли крещение, до того, как мы уверовали в Господа, в Евангелие, была в сущности тьма. Нам иногда может казаться, ну вот там мы что, жили, такие были интересные события, всех ценностей, все. А Павел спокойно, так сказать, нам говорит, что это была на самом деле тьма. Ну и действительно, когда каждый вспомнит, если он крещен был во взрослом состоянии, то понимает, что очень многое по сравнению с современной христианской его жизнью действительно было как бы во тьме. Так что важно вот этот рубеж осознать, осознать то новое измерение, в которое мы вошли, и жить в соответствии с ним. И далее он говорит о том, как понять, где же действие Святого Духа. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Благости, то есть такое радостное состояние сердца, когда нам легко прощать, когда нам легко любить, когда нам легко себя понуждать к каким-то нужным, важным делам, когда мы далеки от такого саможеления и прочего-прочего, самокопания, каких-то помышлений о себе, вот кто я, чего я там, достиг, не достиг и так далее. Вот отсюда быть подальше. Вот это и есть состояние благости, праведности, то есть поступать по правде. Это всем нам понятно. И истине. Господь сказал о себе. Я – путь, истина и жизнь. То есть истина – это не что-то такое четко сформулированное, а это сам живой Господь Иисус Христос. И далее испытывайте, что благоугодно Богу. То есть размышляйте об этом. Не просто, так сказать, автоматически идем по жизни. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обречайте. Слово «обречайте» следует пояснить. Речь не идет о том, что я приду, вот брат, вот не так делаешь, вот нам так и так. Вот речь идет о том, дальше разъясняется. Потому что все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. То есть Евангелие несет нам свет, и в этом свете мы можем правильно оценить те или иные события, окружающие нас в жизни и поведение нас самих. И далее говорится «поступайте осторожно, никак не разумно, но как мудрые». То есть есть такое качество, Библия его часто очень, так сказать, ставит чуть ли не на первое место смиренно-мудрее. Проявление смирения, но с мудростью. Не так просто забитой мышкой сидеть где-то в уголке смиряться, а не помышляя себе, спокойно делая, но с мудростью. И далее дорожа временем, потому что дни лукавые. Прекрасные люди, так сказать, примерно моего возраста знают, как быстро проходит жизнь. Кажется, совсем недавно еще там учился в школе, в пионерских лагерях, институтах, вечера, все веселье, все. А вот уже прошло, так сказать, 50-60 и более лет после этого. И дорожите временем, дни лукавые, дорожите временем. Я знаю несколько людей, которые очень ценили время и много успели в жизни, хотя жизнь их была, ну, так сказать, непродолжительной. Отец Александр Мень, отец Георгий Чистяков, отец Александр был убит в 55 лет, а отец Георгий умер в 55 лет. Но очень много сделали, написали, проповедовали, множество людей обратили ко Христу. Очень много сделали за такой, в общем-то, сравнить небольшой промежуток времени, потому что они очень дорожили каждой секундой. Ничто у них не пропадало, никакая часть времени. И так не будьте не рассудить, но познавайте, что есть воля Божия. И далее такое очень практическое наставление. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом противоположное. Упиваться вином, ой, вот я сейчас погуляю, хорошо, всё. Запретов в христианстве нет. Да, вино и Господь употреблял с учениками, и всё. Но везде должна быть разумная мера, чтобы это не становилось, не властвовало над нами. И далее, назидая самих себя псалмами, словословием, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу. Наверное, каждый увидел на себя, что какие-то словописники, часто дурацкие, как-то заходят в сознание, вот там крутится, крутится, и что-то такое произношение ненужное. И вот почему так важно знать духовные песнопения, почему так важно, идя где-то, заменить какие-то там самые нелепые песнопения строчки чем-то хорошим, прекрасным. Благослови душе, моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое, и так далее. Почему важно вместе с хором бывает что-то подпевать, народное пение, которое святейший Патерарх Кирилл тоже очень поощряет. Это дело непростое, но весьма для нас, как видим, полезное. Ну и, наконец, евангельское чтение тоже говорит о том же самом, о жизни по Духу Святому. Начинается с загадочных слов. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Кто же такой малый си? Ибо, говорю вам, и далее идет совсем уж загадочная фраза, что ангелы их на небесах всегда видят в лице Отца Моего Небесного. Какие же ангелы, кто же такие малые си? Я недавно прочел интересный комментарий на эту строчку, которая начинается неожиданно. Автор комментарий говорит, вспоминай, как он однажды шел по берегу моря со своей собакой, и вдруг собака там что-то пробежала вперед, что-то там увидела, стала тявкость вокруг чего-то. Он подойдя, увидел, что там лежит маленький тюлень, который не успел убежать в воду и остался на берегу, и собака его, значит, ловит вокруг него. И он подошел, тюлененок испугался и закрыл, единственное, что он мог сделать, закрыть ластами глаза, закрыл лицо от страха. Больше ничего сделать не мог. И в связи с этим комментатор вспоминает о том, что архангелы, предстоящие Господу, об этом читаю в молитвах литургических, имеют шесть крыльев, двумя закрывают ноги, двумя лица, а двумя летают, вызывающие друг к другу немолчными словословениями. То есть они боятся взглянуть на Бога. Так это такое величие, что даже архангелы боятся в него взглянуть. А про этих ангелов сказано, что они всегда видят лицо Отца Моего Небесного. То есть ангелы вот этих самых малых сих. Кто такая малая сия? Это не только дети. Это люди, которые стоят, это храм, это нищие, это попрошайки, там всякие нелепые люди, прочие больные, немощные. Вот это все малые сии. Не презирайте. Понятно, что мы не можем броситься всех, там привезти их сюда домой, там помогайте, все по мере возможности. Но чтобы не было такого признания, что это какой-то человеческий мусор. Сказано, напротив, ангелы их на небесах всегда видят Отца, лицо Отца Моего Небесного. И далее притча о ста овцах. Если одна потерялась, то в противоположность к человеческому решению Бог поступает не так, как человек. Мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути, мои пути. Пастух может говорить, ну что ж там, 99 оставлять, одна потерялась, ну ладно, ничего страшного. Пусть зато 99 есть. А вот для Господа важна эта вот, одна потерявшаяся, так что радости больше радуется, чем о 99 незаблудших благополучных. Вот к такому отношению учит нас Евангелие. Ну и наконец последнее, о чем хотелось бы сказать. Если согрешит против тебя брат твой, пойди обречи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, приобрел ты брата своего. Если покается и не покается, призови одного или двух. При свидетелях будет такой разговор. Если нет, скажи церкви. В нашей жизни чаще будет наоборот. Когда брат или сестра сделают что-то такое неправильно, начинаем с того, что всем рассказываем. С ним не говорим, а, ну, что я говорю, ничего не понимает. Рассказываем всем вокруг. Сплетни обходят вот он-то, а ты знаешь, что он-то, то-то, 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 и понятно, да? Вот, так что прямо противоположное нам Господь советует. Постарайся с ним поговорить один на один. Постарайся потом, если не получается ничего, поговорить с друзьями. Когда говорится, будьте как язычник и мытарь, это совсем не означает, что все, пошел вон, и дело с ним иметь не буду. Значит, с ним начинать работу с самого начала. Мы знаем, что именно к мытарям и грешникам шел наш Господь Иисус в первую очередь. Ну и, наконец, замечательные слова, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Как важно нам не только быть вот таком молитве на общении за литургией, участвовать в Евхаристии, в Таинстве, Хлебопреломлении, как важно бывает именно собираться в евангельских молитвенных группах. Святейший Патриарх Кирилл тоже всячески это поощряет, призывает, чтобы на приходах были группы изучения Евангелия, потому что в таком общении нередко происходят очень важные какие-то мысли. Люди с совершенно неожиданных сторон воспринимают один и тот же текст, и это и нам помогает, что-то новое рождается, какие-то новые замечательные образы и мысли, и это очень хорошо, знаю, по самому себе. Так что вот это общение, оно действительно нам дает почувствовать, но именно, что общение вокруг Евангелия, что двое или трое собрано во имя Мое, не просто там посудачи чайку попить или что-то покрепче, а именно во имя Мое. В этом общении и происходит вот это узнавание действия всех цах каждого из нас. Благодати Святого Духа. Аминь.